Это кардиограмма. Прибор снимает кардиограмму, ритмограмму. Снимает 300 ударов. Видите, 299 здесь, да? И записывает пульс, на котором человек это время находится. Поэтому, как правило, человека успокаиваю и сажаю. После этого снимаю. Внизу показатели. Первый показатель. Ну, давайте мы сделаем так. Давайте я покажу вам сейчас, когда... Давайте я себя покажу, потому что... Себя же можно показать, да? Значит, вот с этой стороны. 31 января, дальше 3 февраля. Значит, если листать дальше, вот у меня обследование 21 января, 15 января, 13 января. И... А, вот так мы сейчас и сделаем с вами. Вот, отлично. Вам будет интересно сейчас, потому что разные показатели. Значит, это один человек. Я. Вот это я перед тренировкой. Значит, показатель называется индекс напряженности. Гистограмма показывает равновесие между симпатическим и парасимпатическим отделом вегетативно-нервной системы. Грубо говоря, раз врачей нет, будем говорить простым языком. Симпатика возбуждает, парасимпатика тормозит. То есть, понятно, да? То есть, получается баланс, и когда все хорошо. Значит, а это я после тренировки. Причем сразу, вот только... Где там у меня? Только статами слез. На пульсе 100. Замеряюсь. Вот такой показатель у меня дает. А это я на следующий день, мне было интересно посмотреть восстановление. То есть, ну, у меня очень хорошие показатели. Я в этом году был на Байкале, и после, вот, у меня, как зашкалило за 90, и нижний фактически не опускается. То есть, я в 90% в этих нахожусь. Значит, нижний рисунок показывает... Вы же себе... Слово гипоксия все понимают? Закисление, да? То есть, у нас есть большие сосуды, есть маленькие, маленькие, а есть совсем маленькие. А есть такие сосудики, маленькие, через которые один эритроцит пролезает, совсем маленький. Так вот, эта картинка показывает, что все хорошо. А бывают картинки вот такие. Вот если, например, брать... Вот пришел мальчишечка ко мне 30 лет, да? Вот, кстати, он будет до программы и после программы. Потому что он сейчас на программе, у него пограничная вода, лецитин, но у него витилиго, там, печёночная программа, фондетокс и так далее. Вот я его смотрел, смотрите, что получается. Показатели, видите, какие замечательные? То есть, микроциркуляция, маленький суд, аж чёрная. Соответственно, нормальный показатель 35-250, а у него 605. После 500 это сильно плохо. Но дело в том, что это не страшно, потому что люди живут и, например, вот с такими показателями. 1160. У Илона был 2007, да. У меня были люди, которые приходят, у него там... Ну, сейчас проценты здоровья буду показывать. Давайте скакать не буду, сейчас потихонечку пойду дальше. Значит, что я ещё могу посмотреть? Следующий показатель, который я смотрю... Ну, то есть, по сути, закисление я всё увижу вот здесь. Следующий вариант называется нейрогуморальная регуляция. Вот этот верхний показатель, да? То есть, опять же, если смотреть, как после тренировки... Сейчас я покажу вам, как было. Вот так, да? Вот так, плохо было, да? Как бы плохо, это как бы хорошо. Значит, 50-100 норм, а у меня было 80. Значит, что это такое? Ну, по сути, это адреналин. Вот, когда человек приходит адреналиновый, у него показатели вот такого замечательного чёрного цвета. Вот, стресс и так далее. Значит, нижний показатель у этой программы один из самых важных. Потому что, если вы телефон на подзарядку ставили когда-нибудь, вы знаете, что вы заряжаете телефон час, а потом работаете на нём день, да? Так вот, мы, как батарейка, должны заряжаться так же примерно. То есть, получается, что вот синенькая – это количество времени, сколько должна заряжаться клеточка. А красненькая – сколько работать. Вот у меня показатель до тренировки был 117-144. То есть, идеальная ситуация, такая лесенка, да? А после тренировки – 55-47. А после восстановления, когда проснулся с утра – 148-187. То есть, опять восстановилось, получается, да? Но если я беру того же человека, про которого я говорил, да, например, его посмотреть, этот же показатель, да? Чтоб далеко не ходить. Ну, да. Нет, я сейчас беру индицид, я сейчас беру своего ровесника. Вот у него показатель, например. И он тоже, наверное, в показателе живёт, да? При этом он курит, ну и так далее, да? Вот сейчас мы там пытаемся с ним бросить. А вот мальчик 30 лет, например. Вместе куришь. Да. То есть, видите, какая ситуация? 27 и 20. То есть, получается, у него энергетика, наоборот, лесенка вниз. Поэтому, в принципе, если бы вот здесь я не вмешался, ситуация была бы такая вот. Ну, я скажу вам, что вот это было перед больницей. Вот этот показатель, он перед больницей был. Вот. Здесь мы в больницу ложиться уже не ставим. Потому что он все анализы сдал, и вот, ну, сказать, попозже положим. Вот. Возвращаюсь к себе. Иду дальше. Психо-эмоциональное состояние. Значит, идеальная ситуация 50-100, в скобочках 84 у меня, 81. Вот тоже стабильное такое состояние. Вот. Мозги бывают такие. Бывают синенькие и красивые, а бывают черненькие и некрасивые. И разделяется все это высокий уровень стресса, перенапряжение, накопленная усталость, уравновешенная, устойчивая и сбалансированная. Соответственно, каждый из вас, потому что программа, по-моему, Свердловский тоже у нас есть, может договориться прийти себя посмотреть. Вот. Это не темнохольный микроскоп, кровь брать не буду. Хотя микроскоп тоже рекомендуют хотя бы раз в полгода делать, потому что это тоже такая вещь, которая бодрит. Внизу ритмы мозга. Ритмы мозга дельта, тета, альфа, бета и гамма. Вот. Умничать не буду сильно, они вам сильно не нужны сейчас все, но вам нужен ритм дельта. Это ритм усталости. И когда у человека дельта... Вот смотрите, беру этого мальчика 30 лет, да? Видите? Дельта какая, да? Или вот человек, например. Или вот, например. Видите, да? Угу. Или вот того, своего товарища, который курит, да? Угу. Посмотрите. Угу. То есть видите? Значит, что эта картинка дает? Эта картинка показана, что организм погасил активность мозга. Активен только дельта ритм. И, скорее всего, организм человека срубит каким-то образом какую-то болезнь. Потому что он ему активничать не даст. Потому что вот этот человек двигается, ну, все делает жизнь на характере, получается. Не на... Интеллекте. Не на ресурсах, а на характере. А на характере долго делать... Ну, это можно сколько-то времени? Конечно, можно. Тем более мужчина. Но организм он умный, он обязательно его подрубит. Вот. Я иду дальше. Возвращаюсь к себе. Так. Возвращаюсь к себе. Значит, и показываю следующее. Следующий показатель называется фрактал. Он замечателен чем? Вот. Если брать образ организма, да, то имеет смысл представить оркестр. В оркестре должно быть две составляющие. Первое. Все инструменты должны быть настроены на одну тональность. Второе. Все присутствующие должны играть желательно одну мелодию. Тогда получается оркестр делает то, что надо. Когда все инструменты играют разные мелодии, там мазурка, там марша, там полонез, да, и все настроено еще на разные. Получается нарушение гармонизации. Поэтому вот этот фрактальный портрет биоритмов показывает, насколько в организме биоритмы сбалансированы. Нижний показатель. Замечательный. Я его больше всех люблю. Потому что у меня на нем 46 лет, а на сердце и сосудах 32 года. Вот. Те присутствующие, которые знают, сколько я болел и лечился, они могут мне после этого пожать руку подойти. Даже те, которые не врачи. Вот. Значит, показываю я вам того паренька, которому 30 лет. А вот ему 30 лет, например, а у него 42 сердца и сосуды. А после программы 35. И обратите внимание, фрактал. Здесь Чернов все, а здесь уже у нас появилась жизнь. Речь идет о трех неделях. Кстати, 26 декабря, 25 января. Нет, почти месяц. Почти четыре недели. Ну, тут соврать сложно, потому что... А где эту диагностику сделать? Вот вам лично, вы останетесь, я вам сделаю сегодня. Хорошо. После ваших вопросов я не могу ее не сделать просто. Потому что вы мне так помогли провести лекцию, что бы я делал. А так у нас с вами конфликт, все. Получилось сейчас Шекспир практически получилось. Вы договорились заранее, что ли? А, конечно. Конечно. Не, я просто сразу увидел, думаю, если белозерство опоздает, думаю, я вот мужчину выберу и буду с ним как разъяврестовать. И все, и так получилось. Идем дальше. Давайте дальше, я покажу. Давайте, маленечко, еще осталось, потерпите, пожалуйста. Значит, дальше интересный показатель очень называется комплексный показатель здоровья. Все четыре системы показывают одновременно. И еще. Он показывает такой пирожок. Чем этот пирожок интересен? Пирожок интересен тем, что бывает 100% здоровья. Сильненький показатель – показатель возраста и пола. А зелененький показатель реального здоровья на сейчас. То есть, грубо говоря, если у вас пирожок простроен дольше, больше, чем надо, то любой стресс вы будете расходовать этот запас. Если у вас пирожок простроен меньше, чем надо, например, у Жени, было 8%, смотрите, должно быть синее у него по возрасту, а он пришел ко мне 8%. Сейчас у него 42%. То есть, если смотреть на его возраст, то у него половина от того, что должно быть. Смотря с чем сравнивать. То есть, сравнить с тем, что было 8%, как бы, в общем-то, не так и плохо уже все. А если брать товарища моего, вот такой показатель – 1%. Совсем замечательно. Видите, да? Он мне обычно говорит, что я программу под себя настроил, а у него как бы это самое. Он курит много. Он на самом деле все пьет, он все пользуется, у него весь ресурс уходит, он курит 3 пачки в день. Поэтому, ну, просто не обманешь. И есть еще интересная вещь такая есть – баночный массаж. Знаете, что как баночный массаж? Банки китайские, да? Просто я его делал, ну, в баню поехали, я его сделал, у него на спине. Такое ощущение было, что я его палками бил. То есть, там сосуды в таком состоянии, что там просто-напросто… Вот. Это первая программка. Вторая программка. А, вот так выглядит здоровый человек. Тоже я могу похвастаться. Сейчас. Вот так выглядит. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Вот так человек здоровый выглядит. Сто процентов. Почему хвастает? Потому что моя дочь. Вот. То есть, смотрите, что получается. 26-19. Ритм. Энергетик. Ну, и так далее. То есть, основание перебита какое-то, да? Да. То есть, по сути, программка позволяет скорректировать свое состояние. Благо, нам есть, чем скорректировать. Вот. У нас счастливая возможность, мы знаем, чем скорректировать. Потому что просто отдохнуть, не скорректировать. У меня, кстати, я во многих городах посмотрел очень много людей. И я вам скажу, что я не могу сказать, что скорректировали самые здоровые. Знаете почему? Потому что я смотрю людей, потом общаюсь с ними, и оказывается, что они свою коловату пили 7 лет назад, до сих пор про нее рассказывали. То есть, до сих пор они думают, что она до сих пор действует, эта колова. То есть, вы понимаете сами, что ресурс нужно поддерживать. Вторая программа, и на этом заканчиваем. Хорошо? Угу. Значит. Вторая программа. Да, кстати, тоже, раз мы сегодня про науку, про науку, да? За эту программу госпремия придется. Эта программа, это Минздравовская, это аппаратура класса УЗИ. В общем-то. Поэтому это такая программа серьезная. Это кардиограмма, ритмограмма. Это не что попало. Так, итак. Значит, я обещал показать. Так, давайте я сначала покажу вот своего товарища, да? Вот такие показатели у него. Вот такая арома, да? Замечательного черного цвета, ее просто нет. Смотрите на половине по чакрам. Ноль, 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 ноль. Потрясающе. Начинаем пить программу. Ну, вот это все, для чего мне удалось вот это лукать. Три, пять, восемь, тринадцать по сердцу. Три, один, шесть. Соответственно, когда мы смотрим меридианы, все красным-красным. Ну, систему китайских меридианов слышали, да? Меридиан сердца, меридиан тонкого пушечника, мочевого пузыря. То есть, когда я смотрю человека, я четко понимаю, где здесь... Ну, то есть, не надо мне даже карточку у него смотреть. Мне достаточно на программу гулянуть. Значит, вот я смотрю того самого паренька, которому 30 лет, да? Смотрите, что с ним. Вот мы начинаем с ним. Вот это, 29 декабря. Смотрите, какого замечательного красного цвета все. Смотрите, наполнение меридиана сердца. Ноль, ноль. Вот через месяц. Видите сами, что три меридианчика докачали мы с ним до зеленой зоны, до нормальной. Но при этом сердце пробой, видите, какой здесь. Поэтому он сейчас пьет омегу, он сейчас пьет Q10, калий и априкатас. Плюс к тому, что он пил печеночную программу. Вот. Ну, если хвастаться, то вот это мои показатели. Ну что, пришло время либо вопросы задавать, либо рассказать. Спасибо. Спасибо.